Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – профиль пользователя. А именно рассмотрим встроенный плагин в Joomla 4, который позволяет вывести дополнительные поля, как в профиле, при редактировании профиля пользователя на сайте, так и при регистрации пользователя. И естественно, данное видео будет полезно тем, кто на сайте организовал возможность регистрироваться новым пользователем. Если вы на сайте не хотите делать такую возможность, то этот плагин вам тоже и не нужен. Ранее в уроках мы с вами разбирали, что при регистрации пользователя мы можем вывести полями, группа полей, дополнительные поля при регистрации. Но также есть и плагин, который может штатно выдать нам самые базовые поля. И мы тоже можем в плагине решить, какие поля оставить, какие оставить для заполнения, какие сделать обязательными для заполнения. Давайте этот плагин рассмотрим. Переходим в плагины. Чтобы быстро найти плагин, кликаю по кнопке сортировки, выбираем тип User. И вот он, пользователь профиль. По умолчанию плагин будет отключен. Давайте сначала зайдем, посмотрим, что здесь есть. Первая партия полей у нас отвечают при регистрации. Ниже у нас есть возможность поля в форме изменить профиль пользователя. Именно уже когда пользователь будет авторизован. То есть смотрите, пока плагин не включен, вот что мы имеем при регистрации. Если сейчас я авторизуюсь под тестовым пользователем и посмотрю в профиль. То есть человек вот увидит свой профиль, свои данные, он сможет изменить профиль. И также сюда мы можем вывести дополнительные поля. Как раз таки вот то, что ниже у нас есть, это все относится к профилю. И чтобы наш плагин уже что-то показывал, нам нужно его просто включить и сохранить настройки. Теперь, если мы с вами обновимся, то мы тут же увидим поля. Давайте я еще раз авторизуюсь. Перейду в профиль пользователя. И тут же я вижу ряд, начиная со слова профиль, дополнительных возможностей. Давайте это здесь у нас находится. Здесь вы просто решаете, какие поля вам не нужны. Просто их отключаете. Например, адреса мне не нужны, я их просто убрал. Любимая книга, например, тоже отключить. Например, обо мне обязательно хочу сделать. Ну и другие штатные поля. То есть мы не можем здесь добавлять какие-то свои уникальные поля. Но из того, что здесь вот есть, если вам этого достаточно, то вам этот плагин подойдет. Обновимся. Вот видим, сразу сократились поля. Человек, зайдя сюда, сможет вносить изменения. Причем он не сможет сохраниться, пока не заполнит обязательные поля. Также давайте выйдем и посмотрим теперь поля при регистрации. Добавляются здесь. Вот начинаются отсюда ниже. То есть вот это все, что выше, это штатно уже было у меня сделано. А вот это уже плагин. Профиль. Тоже адрес, адрес. Столько адресов. Если столько не нужно, то тоже можно ненужные поля просто убрать. Обновимся. Посмотрим, адресов нет. И также условия использования. У нас уже ранее я показывал, как это выводить. Если вы это уже вывели, политику конфиденциальности, для того, чтобы человек подтвердил, то здесь, по сути, либо еще можно какие-то условия добавить, если это нужно вам, либо вовсе отключить. Вот данная опция у нас. Вот здесь вот выше мы ее отключаем. Если же вы ранее не использовали вот этот плагин, возможность вывести политику, тогда здесь, в этом плагине, вы можете ее оставить. Ниже она настраивается. Здесь вы выбираете статью из вашего сайта. То есть надо было ранее создать статью с политикой конфиденциальности. Просто ее здесь выбираете. И сохраняете. И тогда появится ссылка, как вот здесь вот, видите, появилась. Во всплывающем окне будет там политика конфиденциальности. В данном случае, как у меня уже это выводится, поэтому вот здесь я, видите, отключил, сохранил, и все. Здесь больше ниже не выводится ссылка на политику, потому что достаточно мне только в одном месте. Вот такой вот получился небольшой урок. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...